Сборная улицы Джалиля, друзья! Поехали! Команда КВН, сборная улицы Джалиля. Мы первая татарская команда КВН из города Петергоф, СПБГУ. Знаете, мы в этой лиге второй сезон, и поэтому решили раскрыть пять тайн нашей татарской команды. Ага, татарской. Вообще-то я армянин. Кстати, вот это и была первая тайна. А тайна номер два. Наш Рустам первый в мире татарин, который соглашается абсолютно со всем. Да, Рустам? Да. Тайна номер три. Антон встречается с Сашей. Как, Антон? Вообще-то я встречаюсь с Сашей. Я думал, я. Вот поэтому это и была тайна. Четвертая наша тайна в том, что спонсор нашей татарской команды городская свиноферма. Городская свиноферма. Все для вас и неграмма для нас. Тайна номер пять. Антон? Я не буду ее раскрывать. Ты понимаешь, что ты творишь? Сейчас же все в зале будут говорить, вот улица Джалиля выступала, четыре тайны раскрылась, а пятая не раскрылась. Это скандал, Антон. Ну, понимаешь, судя по Олимпиаде, сейчас модно что-то недораскрывать. Но в конце мы точно ее раскроем. Сбор на улице Джалиля, как говорят татары, Айда! А в каждой компании есть такой парень, который повторяет все, что слышит. Слушайте, пацаны, а вы знали? Ленка-то своему изменяет. Ну, вообще-то, Ленка, это твоя девчонка. Блин, точно. Лена! Альпинист сорвался. А-а-а-а! И ладно, наливай, мужики! У работницы ЗАГСа, ну, очень хорошее настроение. Да залетела и залетела. Че, сразу жениться, что ли? А-а-а-а! Девушка, которая совершенно не умеет расставлять приоритеты. Шубы со скидкой 70%. Катамаран бесплатно! О-о-о-о! Очень самовлюбленный парень. Девушка у вас такая классная. А, не, не у вас. А каждая мама мечтала сэкономить именно так. Мама, ты точно уверена, что прокатит, что мне 25 лет? Тихо, тихо я сказала. Отца провезла, я тебя провезу. А есть такие люди, которые все воспринимают на свой счет. Что ты сказал? Расстались? Я так и знала, что все вы, парни, козлы. А мало того, что вы козлы, так вы еще и уроды. И вообще, все вы, армяне, одинаковые. Что? Ты татарин? Да мне попик! Получается и такое. Парень устроился консультантом в магазин женского белья. Здравствуйте. Здрасте. Мне нужен консультант. Это я. В смысле? Хватит прикалываться. Позовите, пожалуйста. Значит так, давайте сразу расставим приоритеты. Во-первых, я не гей, во-вторых, отношения к этому не имею. И в-третьих, работаю здесь, потому что нужда заставил. Вопросы? Ну, раз уж так, давайте подберем подарок моей девушке. Мне надо бейсгалтер. Размер? Не знаю. Как у меня? Ну, практически. Отлично, нулевой, держите. Слушайте, а может, у меня еще и... Как у меня? Нет, точно не как у вас. Отлично, держите. Слушайте, зачем вы мне даете семейные трусы? Я думал, будут стринги. Так вы же сказали, не как у меня. Ну и напоследок, казус на передаче «Жди меня». Добрый вечер, в эфире передача «Жди меня». И сегодня у нас в гостях человек удивительной судьбы, Антон Павлович Сладенький. Сладенький! Как ты живешь с такой фамилией? Антон Павлович. Антон Павлович, поведайте нам, пожалуйста, свою историю. Я ищу своего друга, которого потерял 20 лет назад. Его зовут Дмитрий Анатольевич Пончик. Сладенький Пончика потерял. Молодой человек, в самом деле. Извините. Продолжайте, пожалуйста. Мы с ним познакомились в кондитерской. В кондитерской. Имейте уважение. На самом деле мы нашли вашего друга. Ура, сейчас будет чаепитие! Заходите, пожалуйста. Пончик. Приятно познакомиться. Дмитрий Алексеевич Помадка. Дорогие друзья, ну и в конце хотелось бы открыть пятую тайну. Знаете, чем отличаются татары от русских? Вот вы, к примеру, говорите чай, а мы говорим чай. Вот вы, например, называете наше лакомство чак-чак, а мы его называем щак-щак. Но объединяет нас одно. Все мы с вами обладаем простым человеческим счастьем. Сборная улицы Джалиля, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok